Музыка Щелчок ремней, как звук свободы, но отсюда авто так просто не уедет. Это стоянка автоспас регион 22. Машины поступают постоянно. Нести вину за нарушение хозяев. Его забрали с инвалида, с адвокатного места. Хотите много? Полно. Полгорода. Я нарушила правила, встала под знаком. Признаете? А под каким знаком встали? Почему? Запрещено. По привычке у торгового центра. В следующий раз, наверное, буду более внимательна, не буду торопиться, спешить. Автоледи спорить не стала, но в самом методе получения опыта, заплатив штрафы, засомневалась. Такая милая реакция скорее исключение. За 10 лет автоспас регион 22 с чем только не сталкивался. Блюстители порядка, они помогают сохранять удобство и безопасность для всех участников, инвалидов, пешеходов и самих водителей. Даже на тех улицах, где в ночное время написано, что парковка запрещена, люди все равно оставляют свои автомобили. А потом у нас удивляемся, почему у нас дорожная техника не убирает улицы. А потому что стоят транспортные средства, из-за которых не могут это сделать. Проблема, кстати, актуальная в последние годы. Машин стало больше. Так что эта стоянка, возможно, скоро станет мала. Уезжают отсюда не все. Это сугробы алкоголиков. Выпили, врезались, бросили. Пьяная машина, убегала от инспекторов. Ее так и не выбирают. И без колеса уже привезут? Да, без колеса, конечно. Но без колеса убегают. Забытые стоят годами. Как и в соседнем знаменитом ряду, там зачинчики ДТП. БМВ Бекташева, который в 2017-м сбил насмерть девушку и смял ладу, хранился здесь год. Тройное столкновение на Комсомольском Никитина в конце октября. Они тоже здесь. ДТП на Советской армии, когда сбил и ушел. Само авто и отдельная передняя подвеска. Чуть подальше целые старожилы автопрома. Наша молодежь на сегодняшний день покупает старые автомобили, такие как ВАЗ-2106, Пятерки. Вот эти транспортные средства покупают, они берутся и на них начинают кататься и управлять транспортными средствами. Потом они стоят у вас. Да, да. Потому что люди не имеют ни права управления, не имеют прав на право управления транспортными средствами, ничего. Такой металлолом не забирает, куда сбыть скелет авто из-за пробелов в законодательстве головная боль самих дорожных спасателей. И это лишь одна из их проблем. Так как Автоспас Регион-22 главный дорожный спасатель Барнаула и всего края, для доступности коммерческих услуг в компании уже несколько лет удерживают цены. Одно из простых – перевозка по городу – 2000 рублей. А бывало, что за авто ездили и в Томск, и в Красноярск. Когда же заявка поступает от ГИБДД и речь идет о нарушителях, сумму регулирует государство. Перемещение авто – 2540 рублей, хранение на спецстоянке – 74 рубля в час. Постоянный спрос обслуживает 10 оборудованных машин и чуть больше профессиональных водителей. Без опыта, навыков ремонта и бережного отношения не берут. Девушка на автомобиле слетела с трассы. И улетела так, что автомобиль получил незначительные повреждения, автомобиль стал на крыше. На снегу. То есть он как на санках прокатился и все. Так у меня ребята приехали на двух эвакуаторах, они подняли ее оттуда и в воздухе ее перевернули. Еще одна гордость – подъем целой фуры из-под трассы без перекрытия дороги. Сделать работу незаметно – вот к чему стремятся дорожные спасатели. Поэтому, принимая звонок о помощи, диспетчеры тут же договариваются с автосервисом, гостиницей, а после собирают пакет документов для страховой компании этого клиента. Круглосуточно, без выходных. В случае в поломке авто, к счастью, немало – 50%. Остальная половина уже аварии, многие из которых можно избежать, уверены здесь. Есть некая самонадеянность у людей. Многие люди начинают перебываться на зимнюю резину в самый последний момент, превышают скоростной режим на трассах. Поэтому, не имея опыта нормального вождения, из-за этого получаются все вот эти ситуации. Кстати, сейчас в переменчивую погоду у спасателей самый жаркий сезон. Поэтому в автоспас «Регион-22» пожелали бы барнаульцам избежать звонка в их службу. Ну а если происшествие случилось – довериться профессионалам. Санитарам города себя не называют? Бэтмена. Редактор субтитров А.Семкин